Юри Мёссел Интернешнл представляет Джун Элисон Дэвид Нивен В фильме «Мой дворецкий Готфри» Также в ролях Джесси Ройс Лэндис, Роберт Китт, Ева Габор, Джей Робинсон Марта Хайер И другие Авторы сценария Эверет Фримен, Питер Бернис и Вильям Мауэрс Оператор Вильям Дэниелс Композитор Фрэнк Скиннер Продюсер Рос Хантер Режиссер Генри Костер Остановись! Это мой козёл Извини, мы спешим Верните его! Бодиша Горделия, молчи! Если не остановишься, я остановлю тебя Мы поедем вместе! Она пытается запугать нас Ей это удалось Забрала моего козла Её нужно выпороть Я убью её, да не трогнет моя рука Я убью её Горделия! 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 Прекрати! Она твоя сестра Он уходит! Оставь этого козла Горделия! Я убью тебя! Я убью тебя! Иди сломей! Кто я? Ты чего боишься темноты? Горделия! Ты свернёшь шею! Горделия! Горделия! Он уходит! Куда ты уходишь, Айрин? Айрин! Мы вернёмся, Брэнд. Конечно, мне достать верёвку? Пойдём, трус. Ладно, я иду, но мне это не по душе. Козлик! Билли, Билли, Билли! Где ты? Давай, выходи. Не нужно. Прошу вас, не нужно. Я не причиню вам вреда, поверьте. Вы не видели козла? Козла? Какого козла? Ну, небольшой козёл, знаете, такой. Нет, это была коза. Я помню, потому что... Нет, это не была. У неё была борода. Как вы это объясните? Никак. Почему ты кричала? Разве у меня есть причина, чтобы кричать? Извините за беспокойство, мистер. Кто это такой? Теперь мы знаем, что она подбирает всяких уродов и приводит их домой. Мне это не понравилось. Мне тоже. Будешь стоять и смотреть? Он только что ударил меня. Послушайте, для вас привычно бить женщин? Для меня привычно бить джентльменов, если нужно. Ты слышала его, тебе ничего не угрожает. Помоги мне, трус. Если бы ты молчала, заткнись и ты заткнись. А вам я скажу. Я ухожу отсюда. Пропади, твоя коза пропадом. Её нельзя оставлять одну в квартале. Правда? Вы молодец. Никто не делал для меня ничего подобного, в отличие от вас. И что же я сделал? Вы ударили корделю. Я даже не прикоснулся к ней. Не нужно объясняться передо мной. Я всё видела. Это было замечательно. Большое вам спасибо. Пойду искать своего козла. Минутку. Действительно был козёл? Конечно. Я вам ещё кое-что скажу. Если Корделия найдёт его первым, она снова победит меня. Она уже побеждала вас, конечно, в прошлом году. Я бы выиграла охоту за предметами со своим дикобразом. Только я была дисквалифицирована, потому что один из судей сел на него. Это подстроила Корделия, чтобы выиграть. Он пострадал? Нет, мы отправили его обратно в зоопарк. Кого? Судью? Разве вы не знаете, что такое охота за предметами? Охота за предметами – это когда все ищут три вещи. Что-то минеральное, что-то растительное, что-то животное. Это должны быть какие-нибудь глупые и бесполезные вещи, которые никому не нужны. И первый, кто вернётся с тремя вещами, выигрывает. Что выигрывает? Выигрывает звание победителя. Моя мама знаменита охотой за предметами. Она каждый год устраивает её во время благотворительного балла. Затем мы отдаём все деньги на благотворительность. Иными словами, что остаётся? Только никогда ничего не остаётся. Теперь вы знаете расклад. А если… У меня есть рама от велосипеда. Это минеральное. У меня есть пять тысяч ярдов зубной нити. Это растительное. И у меня был козёл. Это животное. Только кор… Хотите заработать десять долларов? А что нужно делать? Ой, извините. Я ничего такого не имела в виду. Знаете, в этом заключаются проблемы моей жизни. Я всегда говорю что-то до того, как понимаю, что я на самом деле хотела сказать. И все злятся на меня. Извините. Доброй ночи. Подождите. По поводу пропавшего животного. Я подумал, что я мог бы заменить его, учитывая… Это было бы замечательно. Я не осмелилась бы попросить вас. Вам не нужно меня просить. Я прошу вас. Вы не шутите? В таком случае, вперёд. Прошу прощения. Прошу прощения. У меня обезьяна. Прошу прощения. У меня кое-что животное. Обезьяна. Ой, обезьяна. Уберите её. У них четыре руки. Не нужно, не надо. Винсент, прошу тебя. Винсент, подойди, пожалуйста. Забери его. Забери его. Винсент, проверка микрофона, проверка микрофона. Что это значит? Бурая корова. Я спрашиваю, включён ли микрофон. Да. Я всего лишь спросила. Послушайте. Я хочу вам прочитать выдержку из статьи одного репортера, который написал о прошлогоднем Бали. Он пишет. Большинство гостей благотворительного мероприятия «Миссис Буллок» похоже были приглашены из приюта «Миссис Буллок» для беспутных девиц. Это неправда. Мы тщательно следим за нашими беспутными девицами. Должна сказать, что любая из них могла позволить себе потратить 100 долларов. Я пыталась вас всех расположить к этому. Кроме того, если у них были такие деньги, то почему он называет их беспутными? Винсент, принеси кровавую Анжелику, чтобы промочить горло. Я должен все здесь сделать, да? Не оставляй меня с ней, Винсент, вернись. Одну кровавую Анжелику. Обратите внимание на эту ошеломленную дамочку с обезьяной. Я обращаю на нее внимание вот уже 30 лет. Это моя жена. Сожалею, старина. Вы сожалеете. Каково мне, по-вашему? Говард, ты не видел коррелию? Нет. Я думала, она с тобой. Была, но уже нет. Пожалуй, мне нравятся вечеринки твоей матери, особенно с охотой за предметами под конец. Да, ей пришлось кое-что поменять, потому что в прошлом году некоторые пары, которые вышли на охоту, не возвращались несколько дней. Пойдем. А где они были? Надеюсь, вы не думаете, что я спрашивала их об этом. Все разодеты. Только потому, что так сказано в приглашении. Мама! Айрин! Это твоя обезьяна! Нет! Кому он принадлежит? Он чуть не расстегнул мою змейку. Кому ты принадлежишь? Кому ты принадлежишь? А это кто? А это... Как вас зовут? Готфри. Это мистер Готфри. И я выиграла игру. Это минеральное, это растительное. И мистер Готфри, он моя третья категория. Поднимитесь, чтобы вас увидели. Нет, люди не животные. Иначе у каждого здесь уже было бы по-животному еще до начала охоты. Иначе у меня было бы по-животному. Есть много животных, мадам, которые почти люди. И наоборот. Я уже давно знаю различий между животными и людьми. Мама, Чарльз Дарвин, где он? Он написал знаменитую книгу о происхождении видов. Конечно, я читала ее. Но это не значит, что я должна верить всему, что говорят. Мама, пусть Готфри поднимется на подиум. Давайте проголосуем. Прошу внимания. Кто из вас думает, что мы животные? Прошу, поднимите правую руку. Я думаю. И я, конечно. Поверить не могу этому. Сколько очков за обезьяну? 90. За год ли должно быть дано не менее 100 очков? Как я понимаю, должно быть объявление, объявление. Дамы и господа. Винсент, давай ты. Дамы и господа. Счет соревнования 150 очков. Победитель сегодняшней охоты за предметами – мисс Айрин Буллок. Это потрясающе, дорогая. Видишь, у тебя все получается, если ты прикладываешь ум. Где Джеймс и шампанское? Я не вижу Джеймса. Вы забыли? Он уволился. Да, конечно. Айрин. Можешь представить, Джеймс уволился только потому, что я попросила его накормить лошадь миссис Болден, не понимая, почему он отказался ее покормить. О, Годфри! Вы, наверное, проголодались. Пойдемте со мной. Прошу прощения. Извините. Годфри – это ваше имя или фамилия? И то, и другое. Годфри, Годфри. А какой инициал вашего второго имени? Г. То же самое? Интересно. Вы даже не представляете, что сегодня вы важная веха в моей жизни. Правда? Да. Наконец-то я победила Кардели после многолетних попыток, и я не забуду, кому я этим обязана. Я считаю, что чем больше важных вех в жизни человека, тем лучше. Вот видите, чем больше человек непотребного вида… Ой, прошу прощения. Тем чаще он говорит то, что впоследствии можно цитировать. Будьте внимательны, здесь зубочистки. Смотрите. Кардели, ты опоздала? Все закончилось. Айрин выиграла. Ах, это маленькое чудовище. Это я виноват. Привет, Кардели. Ты знакома с Годфри? Мы выиграли. Он мое животное. Ах, ты обманщица. Кардели, как странно ты разговариваешь с сестрой. Почему ты опоздала? Спроси у нее. Она разбила мою машину. Что она сделала? Ну и долго же ты шел сюда? Я здесь уже пять часов. Мы ужинали вместе. Ты что, не помнишь? Я думала, что это было вчера. Здесь никого не интересует, что Айрин разбила мою машину. Меня интересует. Я расскажу тебе все. Этот человек ударил меня. Она заслужила это. Она назвала его уродом. Ты помнишь, что обещал сделать с ней, если она снова будет груба с кем-то? Конечно, я помню. Я обещал. Эй, вообще-то это касалось тебя. Нет, это касалось меня. Я никогда не была унижена. Так, в своей жизни. Ты сказал, что было глупо с моей стороны идти в оперу в плохую погоду без подштанников. Ты это сказала мне, перед людьми. Если это не унизительно, тогда я не знаю, что унизительно, особенно во время благотворительного представления. Ты даже не послал им чек. Что с моей машиной? Нет, дорогая, им нужны деньги. Мистер Готфри. 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 Мистер Готфри. Мистер Готфри. Куда вы идете, мистер Готфри? Я был впечатлен. Игра закончилась. Вы выиграли? Моя маленькая роль сыграна. Но вы даже не получили свои 10 долларов. Не волнуйтесь, все в порядке. Нет, не в порядке. Я понимаю, вы шокированы, испытываете отвращение. Вы не встречали таких людей, как мы. Дело в этом, да? Вообще-то у меня была своя причина помочь вам. Поскольку обе стороны выигрыши, никто никому ничего не должен. Спокойной ночи. Подождите. Вот, ваши деньги. Я знала, что они должны быть где-то. Это двадцатка. У меня нет сдачи. Все в порядке. Отдадите сдачу в другой раз. Как только найду работу. Из вас выйдет превосходный дворецкий. С вашим голосом, бородой и остальным. Очевидно, что вы родились в семье, по крайней мере, знающей правила поведения за столом. Вы предлагаете мне работу? Разве мама не говорила, что дворецкий Джеймс ушел, потому что лошадь не стала есть или что-то в этом роде? Я не припомню. Конечно, платит всего лишь 250 в месяц, 250 долларов. Да, это немного. Но некоторые месяцы короче других. Например, февраль. Днем всего 28 дней. Конечно, только високосный год. Он бывает раз в 4 года. Но это не должно вас слишком тревожить. Похоже, это может угнетать. Только не вас. Я изучала психологию в пансионе для девушек. С тех пор я кое-что понимаю в людях. Например, мне ясно, что вы не тот, кем притворяетесь передо мной. Я никем еще не притворялся. Вы не дали мне такой возможности. Я думаю, что вы писатель. Что вы бродили у моста, чтобы собрать материал для книги, которую вы пишете. Ну, похоже, от вас ничего не скроешь. Видите, что я вам говорила? Если я писатель, зачем мне становиться вашим дворецким? Значит, вы примете предложение? А вам не пришло в голову, что я могу быть наркоторговцем или убийцей? Нет. Вы не такой человек, мистер Готри. Но если бы вы действительно это сделали, то я уверена, что они заслужили это. Кто? Те, кого вы убили. Я задушил старушку ради денег. У нас нет старушек в доме, поэтому утром вы можете приступать к работе. Как насчет остальных членов вашей семьи? Что они скажут? Им лучше вообще ничего не говорить после того, что я натерпелась от них. Остальные детали мы обсудим позже. До встречи утром, мистер Готри. Минутку. Да, что-нибудь еще? Я принимаю предложение о работе. Но вы уже его приняли, разве нет? Большое спасибо. Я буду работать усердно, чтобы не поколебать вашу веру в меня. Правда? Правда. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Доброе утро. Привет. Я новый, новый дворецкий. Кто еще? Я мог бы быть налоговым инспектором или молочником, только не в этом доме, в этот час. Я могу настраивать часы по прибытию нового дворецкого каждое утро. Кто-то выиграл джекпот в этот раз. Кто-то чисто выбрил меня сегодня утром. Видели бы вы меня вчера вечером, когда мисс, мисс Айрин предложила мне работу. Похоже, у девочки начинает появляться вкус. Меня зовут Молли. Я Готфри. Это место точно из журнала. Я не думал, что такое существует на самом деле. Прошу прощения. У вас сзади ярлык. Не выбрасывайте. Возможно, вам придется вернуть этот костюм сегодня же. Но я его уже ношу какое-то время. Где мое жилье? Не мечтайте. Не стоит рассчитывать на место, где можно повесить свою шляпу. У нас так часто меняются дворецкие, что я знаю их лишь потому, как они входят в ту дверь, берут поднос, проходят через эту дверь, увольняются и выходят через парадный вход. Временной интервал – две с половиной минуты. Очень ценные слова ободрения в первые дни работы. Кто это? Мадам Баттерфляй. Ее так и называют ее друзья. Бедная Анжелика. Это та дама с обезьяной? Да. Вы уловили это? Когда вы сказали «та дама с обезьяной», любой нормальный человек скричал бы «обезьяна! Какая обезьяна!» Я после 15 лет всего лишь киваю и говорю «да». Поверьте мне, это испугает вас. Почему вы не увольняетесь тогда? Я люблю спать поздно. Я люблю ощущать себя дамой на отдыхе. Что касается этого дома, то здесь никто не встает с постели раньше полудня. Даже мистер Буллок? Он завтракает в своем офисе. Он говорит, час вне дома – это час, прибавленный к жизни. Я был впечатлен вчера вечером тем, что он был сравнительно здравым. Так и есть, но они достают его. Может, мне узнать, чего она хочет? Только после третьего звонка. Она еще не пришла в сознание. У нее сумеречное состояние. Ей кажется, что в ее комнате обитают эльфы. Маленький человек играет разные мелодии и марширует у нее на груди. Что она принимает? Все, что прекращает огонь и рассеивает эльфов. Я кое-что знаю. Знаете? Вы ничего не знаете. Вы ввязываетесь в нечто, что до конца жизни будете пытаться забыть. Каплю этого. Затем каплю вот этого. И, возможно... Нет, так мы зайдем слишком далеко. Ну и пусть. Иду. Перемешаем. Готово. Где ее комната? Второй этаж, правый холл. А мисс Айрин? На верхней площадке лестницы направо. От пожилой его станет клонить ко сну. Молодые же всегда наносят сокрушительный удар. Молли, я плохо знаю их всех, но я думаю, что у мисс Айрин и есть то, что я называю большим сердцем. У нее комплекс бездомной кошки, без обид. Все в порядке. А вы задумывались, сколько бездомных кошек в мире в наши дни? И какими невозможными были бы их жизни, если бы не такие собиратели бездомных кошек, как она? Да. 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 Здесь кто-то есть? Да, мадам. Вы дружелюбный? Один из самых дружелюбных, мадам. Хорошо. Вы слышите эту музыку? Весьма отчетливо, мадам. Правда? Вы единственный, кто услышал. Некоторые из нас более чувствительные, чем другие. Как верно. Очень верно вы сказали. Не за что, мадам. Мы встречались прежде. Я новый дворецкий, мадам. Да, конечно. Выяснилось, что Джеймс совершенно не выносит лошадей. А это то, что я хочу... А, вот вы где. Что это? Устранитель эльфов. Значит, вы тоже их видите. Мы старые друзья. Вы не должны наступить на них. Мне они не нравятся, но я не хотела бы, чтобы на них наступили. Я буду очень осторожен, мадам. Я не причиню им вреда. Что я должна делать с этим? Выпить, мадам. Это приведет все к надлежащей перспективе. Правда? Без сомнений. Знаете, я получила удовольствие от нашей небольшой беседы. Я надеюсь, что у нас будет еще много утренних часов и небольших бесед. Я тоже надеюсь. Я даже не знаю вашего имени. Я считаю, что люди должны знать имена друг друга. Конечно, если у них приятные имена. Я знала женщину, которую звали Гарри Роджерс. Когда я думала об этом, то впадала в депрессию. Вот видите, я подумала об этом и снова впала в депрессию. Если хотите кричать, кричите. Миссис Буллок – первая женщина за многие годы, с которой я нашел понимание. И вы не чувствуете, что вам ввали мозг слегка? Совершенно не чувствую. На вашем месте я бы волновалась. Мисс Айрин. Следующая лестничная клетка налево. Какие-нибудь наводки, как вести себя с ней? Никаких. Если вы сможете понять ацтекский язык этой девушки, на которой она говорит. Войдите. Вы работаете здесь? Да, мисс. Кто нанял вас? Вы, мисс. Готфри. Вы избрили ее? Да, мисс. Прежде чем это сделать, вам следовало поговорить со мной. Я обожала вашу бороду. Когда находишься в Риме, лицо должно быть таким же, как у римлян. Вы римлянин? Нет, я австриец. Мисс, ешьте свой завтрак. У вас был кенгуру, когда вы были мальчиком? Вы, вероятно, думаете об Австралии. Вы могли бы завести здесь одного, если бы захотели. Да, я не сомневаюсь, но это было бы совсем другое. Прошу извинить меня. Нет, я не хочу вас извинять. Садитесь. Может, лучше будет, если я постою? Нет. Вам будет некомфортно, и мне будет некомфортно. Я забуду то, что хочу сказать. Да, но дворецкие не рассказывают по комнатам юных хозяек. Готфри. Следите за тем, что говорите. Извините, мисс. Вот так лучше. Кроме того, вам не стоит слишком беспокоиться о том, что сделано или не сделано. Не важно, как другие могут воспринимать, но мы не являемся обычной среднестатистической американской семьей. Этот момент нужно прояснить. Знаете, ваш пиджак не очень хорошо на вас сидит. Мне пришлось взять его на прокат сегодня утром. Снимите его. Я хочу его посмотреть. Прошу прощения. Снимите свой пиджак. Если вы настаиваете, мисс. Знаете, как только в моих руках окажутся деньги, я куплю вам новую одежду. Вы будете моим протеже. Поэтому я вас одену лучше, чем вы сейчас одеты. Вашим протеже? Конечно. Это как... Садитесь. Как Винсент для матери. Она спонсирует его и следит за тем, чтобы он хорошо ел. Ему не нужно работать. У него много времени для занятий, но он, конечно же, не занимается. В этом есть различие, понимаете? Понимаю. Прошу меня простить. Вы куда? Мне нужно исполнять свои обязанности. Если кто-то позвонит мне, я должен ответить. Поскольку вы мой спонсор, то мои поступки будут отражаться на вас. Это верно. Готфри. Ваш пиджак. Спасибо. Готфри. Да, мисс. Если у вас не было кенгуру, когда вы были мальчиком, то кто у вас был? Всего лишь попугай. И он лишь говорил с Рождеством. А что он говорил в остальную часть года? Ничего. Бедный Готфри. Спасибо, мисс. Доброе утро, сэр. Я не мог видеть вас где-нибудь прежде, на вашей вечеринке вчера вечером, сэр. Только я теперь немного без бороды. Что вы делали в спальне моей дочери? Подавал ей завтрак, сэр. Без пиджака? Ваша дочь настояла, сэр. Я Новодворецкий. Новодворецкий? Кто нанял вас? Я. Он мой протеже. Никто не смеет прикасаться к нему. Где вы работали прежде? Вы не обязаны отвечать. Это свободная страна. Айрин, иди к себе. Не пойду. Мисс Айрин, мистер Буллок имеет право. Нет, не имеет. Айрин, он лишь пытается запугать вас. Я предупреждаю тебя. Пойдемте со мной. Оставь его в покое. Ты не имеешь права допрашивать его, только потому, что у него когда-то была борода. Я наняла Готфри. Я отвечаю за... Итак, у вас есть рекомендации? Нет, сэр. Я недавно прибыл в эту страну, и это моя первая ситуация. Откуда вы? Можете не отвечать. Сошлитесь на пятую поправку. Он из Австралии. Ну и что? Она имеет в виду Австрию. Мне плевать, что она имеет в виду. Если ты думаешь, что я впущу незнакомца в наш дом, незнакомца, послушай меня. Я знаю, что угрожала тебе много раз прежде. На этот раз, я говорю серьезно, или ты оставишь Готфри, или я обращусь к прессу и скажу, что ты торгуешь женщинами, и я скажу так, что они поверят мне. Убирайтесь отсюда. Вот вам 50 долларов за неудобство. Как ты смеешь предлагать ему деньги? Готфри считает, что в жизни есть более важные вещи, чем деньги. Мисс Айрин, поверьте, я весьма признателен за то, что вы пытаетесь делать для меня, но при сложившихся обстоятельствах мне лучше уйти. Он уйдет, и я уйду. Конечно, ты уйдешь. Ты уйдешь сейчас же в свою комнату. Я всегда была тебе безразлична. Корделия всегда получает то, что хочет. Но позволить мне маленькую вещь, как дворецкий, с которым я могу поговорить, почувствовать себя дома. Айрин, прошу тебя. Хорошо, он может остаться. Должно быть, я выжил из ума. Никто не идеален, папа. Спасибо, Готфри, сэр. Спасибо, Готфри, сэр. Я вам весьма признателен. Я же говорил, что никто не имеет права трогать вас. Я ваш спонсор. Смотрите, теперь у нас есть наличные для вас, Готфри. Доброе утро, мисс Корделия. Я знаю этого человека. Флаг тебе в руки. И запомни, он мой дворецкий. Держи от него свои руки подальше. Поняла? Помидоры, огурец, сельдерей, икра. Икра? Мы должны были заказать по меньшей мере 12 ящиков с икрой с тех пор, как я прибыл сюда. Я знаю. Есть лишь один человек в мире, который думает, что он самый милый. Это наш бокалейщик. Это доказывает старую поговорку. Если не можешь получить ласки дома, ты можешь пойти и купить ее. Сколько денег ты положила в банк с тех пор, как начала работать с булоками? Ни цента. Неужели, Молли? Я не доверяю банкам. Когда-нибудь я сделаю из тебя честную женщину. Надеюсь, ты говоришь не только о том, что избавишь меня от привычки красть. Вижу, проснулась водная сестра Золушки и рыщет теперь. Интересно, чего она звонит тебе? Понятия не имею. Возьми это. Вероятно, это то, что ей нужно. Хорошо. Ты и я могли бы жить три месяца за те деньги, что стоит эта глупая вещица. Вместе? Ты мне не по карману, Молли. Я могу вам помочь, мадам? Готфри, я подошла к парадному входу. Вы не помните, что я должна была сделать сегодня? Боюсь, что нет, мадам. Я знаю, что это не психиатр. Я видела с ним вчера. Он сказал, продолжим наши встречи. Что-то связанное с беспутными девицами? Конечно. Сегодня день, когда мы должны делать им прививку. Прошу прощения, мисс. Я дважды постучал, но не получил ответа. Минутку. Да, мисс. Вы можете подать мне мои тапочки. Возможно, будет более правильным, если сюда поднимется Молли и поможет вам. Это такая традиция в Европе, когда дворецкий говорит дамам, что более правильное, а что нет. В Европе традиция, когда даму посещает служанка, а не дворецкий. Ответьте. Да. Это вас, мисс. Ну, конечно. Тапочки возле постели. Привет, Чарли. Спасибо за цветы, дорогой. Они были великолепны. И я замечательно провела время. Не можете найти их? Нет. Посмотрите здесь. Нет. Дорогой, я говорила со слугой. Старая проблема со слугами. Нельзя никого найти с маломальским понятием. Наденьте. Дорогой. Дорогой, ты ужасный. Конечно нет. Я не заставляю вас нервничать. К сожалению, я должен сказать, что нет. Минутку, дорогой. Позвольте мне дать вам совет. Если хотите, чтобы обстановка здесь радовала вас, вы должны изменить свое отношение. Спасибо, мисс. Совет принят. Значит, вот что происходит здесь, пока я была в химчистке. Прошу прощения, дамы. Я говорила тебе держать свои грязные руки подальше от него. А я говорила тебе, если еще раз зайдешь в мою комнату, я выбью из тебя твою благородную улыбку. Я слышала эту угрозу. Отныне меня нельзя будет винить за то, что я стану делать все, чтобы защитить свою персону. Заткнись. Субтитры создавал DimaTorzok Мне нравится эта песня, Винсент. Как она называется? Прелесть. А, прелесть. Должна сказать, что название подходит идеально. И слова легко запомнить. Я думаю, что, возможно, по этой причине знамя, усыпанное звездами, так и не стало популярным. Никто не смог запомнить слова. А, вот вы где, Готфри. Пожалуйста, сделайте мне кровавую Анжелику. Хорошо, мадам. И, Готфри, полегче с горчицей. Как насчет водки? Как моложе на? Что скажете о нем? Если ночью встретить его на темной улице, он обучен убивать. Поздравляю, мисс. К ноге, мальчик. К ноге. Лежать. Лежать, Распутин. Скажи мне, зачем тебе это животное? Для защиты. Я больше не собираюсь жить в постоянном страхе от угроз моей жизни. Отныне, кто нападет на меня, будет иметь дело с Распутиным. Мама, ты не можешь больше заставлять меня молчать. Эта девочка сошла с ума. Я предупреждаю тебя. Ты думаешь, я испугаюсь этого? Только дотронься до меня, и он перегрызет твою глотку. Девочки, девочки. Этот ковер только что почистили. Сыграй что-нибудь, Винсент. Учитывая то, как они себя ведут, нужно избежать паники, когда горит театр. Должна сказать, что это очень грубо с твоей стороны. Извини, Винсент, я больше не должен терпеть это. Замолчи. Замолчи. У них просто нет музыкального слуха. Привет, дорогой. У тебя хорошо прошел день в офисе? Привет, папа. Мне нужно выпить. Я вам приготовлю, сэр. Я смотрю, что вся семья собралась в одной... в одной комнате. Я воспользуюсь этим, чтобы обсудить некоторые семейные вопросы, если ты не против, Винсент. Конечно, нет. Александр, ты же не станешь строить из себя скоррётного бизнесмена. Я такой и есть. Я только что просмотрел счета за последний месяц. Очень плохо, когда правительство отбирает 90% из того, что я зарабатываю. Но когда моя семья тратит ещё 40%, не понимаю, зачем отдавать правительству больше, чем собственной семье. Деньги, 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 деньги. Видишь, ты расстраиваешь Винсента. Мне всё равно. Я хочу, чтобы вы все знали. В последнее время я теряю много денег. Ты бы не покупал себе ещё один костюм. Какой ещё один костюм? Это было месяц назад. Если дела обстоят действительно так, папа, почему нам не сократить прислугу? Нет, ты не смеешь. Я уверена, что мы обойдёмся одной лишь моли. Да поможет мне. Я натравлю его на тебя. И не думай, что я не сделаю этого. Нет, нет. Как ни странно, это может выглядеть, но Горда Ле вышла с конкретным предложением. Возможно, мы могли бы обойтись с несколькими слугами. Александр, Леопольд, как ты можешь говорить подобное? Дорогая Айрин, дорогая. Мы не должны пытаться встать между Айрин и Готфри. Он единственный, кому она проявила свою привязанность с тех пор, как умер её спаниель прошлым летом. Ты заболела, дорогая? Я не знаю, у меня острая боль. Я уже видела этот спектакль прежде. Винсент, сыграй что-нибудь. Сыграй что-нибудь. Развеселе её. Подбодри. Не буду. Дорогая, вызвать доктора? Нет. Это пройдёт. Я просто полежу здесь. Я буду ужинать у себя в комнате. Избавьтесь от этого животного. Нет. Да. У него даже не хватает приличия позволить Винсенту петь. Умный пёсик. Он может остаться. Что ты хочешь этим сказать? Готфри. Мама. Почему бы тебе не поужинать с Винсентом? Я просто полежу здесь, пока не почувствую себя лучше. Я не хотела бы оставлять тебя одну. Готфри побудет со мной. Да, Готфри? Да, это великолепная идея. Садитесь рядом с ней, Готфри, чтобы она могла смотреть на вас и прикасаться к вам. Винсент, пойдём со мной. Счастливо, дорогая. Готфри. Да, мисс. Сколько человек будут ужинать? Всего два. Винсент и кто ещё? Миссис Буллок. Ладно, я всего лишь готовлю в течение 15 лет. У тебя идёт кровь. Это всего лишь царапина. Он пошёл туда. Откуда ты знаешь, кого я ищу? Это было непросто, но я всё-таки догадалась. Готфри. Готфри. Мне для ванны нужны свежие полотенца. Вы в моей комнате? Конечно, где же ещё? Знаете, забавно. В первый день вашей работы здесь вы сидели на моей кровати. Теперь я сижу на вашей. Какими бы ни были поразительными совпадения, боюсь, вам придётся уйти. Почему вдруг? Я скажу деликатно, как только могу. Разве ваша мама не объясняла вам, что есть пристойные вещи, а есть непристойные? Нет. Нужно быть беспутной, чтобы заслужить внимание мамы. Вы не поступите так радикально в этой связи. Теперь вы смеётесь надо мной. Вовсе нет. Я говорю весьма серьёзно. Я бы хотела этого. Мисс Айрин, мне кажется, что у вас мало своей жизни. Я хочу сказать, что если бы вас заинтересовал молодой человек... Не беспокойтесь. Я попробовала эту бестолковость. Попробовали? Конечно. Я бодро обнималась. Я даже обручилась до конца жизни на время. Но это всегда сокрушало меня, вводило в депрессию. Когда вы обнимались, мы никогда не могли найти, о чём говорить. Мы просто сидели здесь. А затем мой отец стал волноваться, что я терплю неудачи. Он предложил выйти за любого, кто разбирается в бизнесе и кто способен бегать, как у Горелы. Это только дало Кордели ещё один шанс быть потешающейся, саркастичной. В итоге я сказала, кому это нужно? Кому нужна любовь? Кому нужно, чтобы Кордели смеялась до слёз, за мой счёт. Мисс Айрин, я хотел бы рассказать вам небольшую историю об очень сентиментальной юной леди с очень добрым сердцем, которая помогла человеку, который был ей очень благодарен. А затем она поставила под угрозу всё то замечательное, что сделала. Готри, вы сочинили историю обо мне. Нет, я не сочинял, мисс Айрин. И очевидно, что вы не услышали её конец. Эта юная леди, которая совершала хорошие поступки, стала совершать другие поступки, которые могут испортить все те хорошие поступки, которые она совершала прежде. Например, она поцеловала дворецкого, и она зашла в его комнату. Вы не хотите, чтобы я заходила в вашу комнату? Я ваш дворецкий, мисс Айрин, а не хозяин. Какой вы недостеприимный. Вы чудовище. Вы бесчувственное чудовище. Похоже, гусиная печень. Надо же, я обожаю её. А это копчёный лосось с капелькой жареной кукурузы. Отлично. Мистер Пеппер, мистер Пеппер, вам нужно познакомиться с беспутными девицами, мистер Пеппер. Я думаю, что все должны отвечать за беспутных девиц. Мисс Айрин. Я представлю вас. Это Бетти, это Элизабет, а это Лиззи. Нет, ты Бетти. То есть, ладно, неважно. Они все три Элизабет. Я называю их разными именами, чтобы не запутаться. Понятно. Мы будем помогать им всем, чем сможем, чтобы снова поставить их на ноги. Мы будем оказывать им большую поддержку. В моём офисе всё есть для этого. Готфри, Готфри, наблюдайте за девицами внимательно, когда они будут пользоваться серебром Готфри. Ясно? А, вот вы где. А теперь, мисс Айрин. Спасибо. Нет. Возможно, позже. Готфри не покупается на твою игру. Я узнала, какое платье она собиралась надеть и купила себе точно такое же. Затем я подошла к их столику и сказала девушке, что считает оскорблением, что мне продали точно такое же платье. Я сказала, что сниму его тут же, если она скажет, чтобы я это сделала. Она сказала. Нет. Но сказал он. И... И я сняла его. Перед всеми? Конечно. Принц и я были близкими друзьями с давних пор. Я хочу рассказать вам историю о мужчине, который постоянно хотел, чтобы его пригласили на клубный ужин. Наконец-то он добился этого. На стул в холле. И наткнулся лицом. Это очень забавно. Извините меня. Значит, вы знаете Франческу? Кого, мисс? Франческу Грей. Бывшую миссис Траттон, бывшую миссис Делегейт, вдову миссис Хендрикс и так далее, и так далее. Эти имена не знакомы мне, мисс. Да ладно, Готфри, вы похожи на кролика, загнанного в угол. Кролика, мисс? Поверить не могу. Какая встреча? Вы знаете, Готфри? Конечно. Мы давно знаем друг друга. Извините, мадам, я не узнал вас, вы сменили прическу. Конечно, я имел удовольствие работать у мадам Грей и ее мужа много лет назад в Ривьере, в Каннах, верно? Верно. Как ваш муж, мадам? Который? Любой. Что ты делаешь здесь? Что ты делаешь здесь? Я дворецкий, мадам. Дворецкий? Странно, что у вас нет рекомендации, мадам Грей. Франческа, вам весело? Да, очень. Что такого забавного на этой вечеринке? Он, Готфри? Мама, похоже, Готфри и Франческа, старые друзья. Как замечательно. Готфри окутал тайны в свое прошлое. Мы ничего не знаем о нем. Айрин, ты знала, что Готфри и Франческа были близки? Сложно сказать, что мы были близки, мадам. Готфри был дворецким Франчески. Он вас удовлетворял? Удовлетворял? Я нашла его просто великолепным. Тогда почему вы отпустили его? Да, почему вы отпустили его? Я ушел по собственной воле, мадам. Верно. Я только что вспомнил. Однажды Готфри пришел и сказал, я надеюсь, моя работа удовлетворяла вас. И было именно так. Верно, Готфри? Я очень хорошо помню этот момент. Как вы сказали, было именно так. Теперь я знаю, что было именно так. Что было дальше? Я сделала то, что сделал бы опытный работодатель. Я сказала, Готфри, если вы чувствуете, что ваша жена и пятеро детей нуждаются в вас больше, чем мы, тогда удачи. Пятеро детей? И в пятеро, да? Около того, мадам. Прошу простить меня. Почему вы не сказали мне, что у вас пятеро детей? Прошу прощения, мисс. Дорогая, ничто не исключено. Если та женщина в Южной Америке может иметь пятеро детей, то почему Готфри не может иметь? Слушайте все, я хочу сделать объявление. Я хочу объявить кое-что. Я хочу объявить о своей помолвке, потому что я собираюсь замуж. О своей помолвке? Ты собираешься замуж? За кого? Вы скоро узнаете об этом. Это Хьюберт? Да, где он? Он там. Хьюберт. Хьюберт. Тебя зовут Хьюберт. Поздравляю, старина. О чем вы говорите? О твоей помолвке. Моей помолвке с Айрин. Хьюберт, я так счастлива. Только что сказали, что у нас помолвка с тобой. Так и есть. И заткнись. Хьюберт, мальчик мой. Это такой шок, Хьюберт. Благословляю тебя. Гордалия. Нет, Хьюберт, это моя мама. Я хорошо слышу. Я вижу плохо. Готфри, Готфри, шампанского всем за счет заведения. Вы не в курсе, Готфри. Айрин помолвилась с Хьюбертом. Он спутал меня с Гордалией. Сыграю что-нибудь соответственно случаю. Что-нибудь свадебное. Мисс Айрин, я хочу пожелать вам огромного счастья. Когда я смогу увидеть тебя? Завтра после полудня. Я свободен. Можешь встретиться со мной в ресторане Сирока. Я буду там. Давай, давай. Ваш плащ, сэр. Спасибо, сэр. Привет, дорогой. Прошу извинить меня. Очень сложно заправлять кровати, когда мне полно народу. Теперь ты знаешь. Было время, когда ты вставал с постели не раньше полудня. Теперь я встаю на рассвете и должен быть полон сил и энергии. Официант? Нет, дорогой. Это мой вечер. Неужели ты не понимаешь? Мои слуги – новая финансовая аристократия Америки. Проживание и питание – 250 долларов в месяц. Два французских коктейля с кассис и содовую, да, сэр? Все верно. У тебя замечательная память. Приятные вещи сложно забыть. Расскажи мне все о себе. Ты снова замужем? И сколько раз ты была замужем с тех пор, как я видел тебя в последний раз? Это неуместный вопрос. Так или иначе, никто уже не интересуется моими браками. Даже я. Как ты? Четверо детей. Когда появится пятый, в комнате будет слишком много людей. Ладно тебе. У меня есть что рассказать. Ты знаешь булоков? Они немного сумасшедшие, но мы знали многих людей в Европе не менее сумасшедших. На самом деле, я полюбил булоков. Значит, для тебя естественно заправлять их постели, чистить их обувь и убирать за их котом. Их кот должно быть чисто кровная лошадь под прикрытием. Не уходи от темы. Почему ты играешь в Дворецкого? Я не уверен, что хочу отвечать на твой вопрос. Я виделась с Бертом Маккортом в Лондоне. Он говорил, что слышал, что ты работал на датском грузовом судне. Верно. Как он узнал? Что произошло между тобой и Бертом? Ты никогда не писал. Мы были добрыми друзьями. У меня было много добрых друзей в Лондоне, но... Знаешь, когда носишь плащ и ходишь с зонтиком 10 лет, то это не значит, что ты становишься англичанином, даже если у тебя за плечами Оксфорд. Когда мне присвоили титул, мой отец все еще был австрийским послом в Лондоне. Естественно, нам вручили документы об отъезде, и мы уехали домой. Меня призвали. Я летал на бомбардировщиках. Я мог бы бомбить Лондон. Я этого не делал. Но такое могло случиться. Таким-то образом я чувствовал, что не вернусь туда. Почему ты не остался в Австрии? Незачем было оставаться. Моя семья и друзья больше не находились там. Какое-то время я ослонялся по Европе, а затем решил сжечь мосты и вдохнуть свежего воздуха. А затем у тебя было слишком много свежего воздуха на твоем судне, и ты решил сбежать с судна и остаться в Америке. Верно. Я лишь шутила. А я нет. Нет, это верно. Я сбежал в судно. Я не верю. Я влюбился в статую свободы. Ты понимаешь, что случится с тобой, если тебя поймают, тебя депортируют? Я не мог не воспользоваться этим шансом. Мне нравится здесь очень. А тебе разве не нравится здесь? Как я могу жаловаться? Пусть моя удача будет твоей удачей. Та хранит тебя, Господь. Сделаешь мне одолжение? Конечно, все что угодно, если это не связано с деньгами. Пойди куда-нибудь и позвони сюда. Попроси Франческу Грей. Поговори с ней как можно дольше. Франческа Грей? О чем я должен с ней говорить? Не знаю. Придумай что-нибудь. Франческа Грей. Здравствуйте, Франческа. Здравствуйте, Корделия. Рада видеть. Я не помеша. Я не знала, что вы развлекаете нашего дворецкого. Вовсе нет. Это он развлекает меня. Правда? А мне было интересно, чем дворецкий занимается в свободное время? Теперь вы знаете, дорогая. Готфри, мне неприятно говорить об этом в ваше нерабочее время, но сегодня утром я заметила, что мое зеленое платье по-прежнему висит в шкафу. Почему вы не отнесли его к химчистку? Готфри, вы всегда без напоминаний относили мои платья к химчистку. Я не знаю, что на меня нашло. Мисс Франческу Грей к телефону. Вас к телефону, дорогая. Должно быть Эллиот. Я могла бы находиться на дне океана, и Эллиот все равно нашел бы меня. Эллиот? Эллиот? У него 15 миллионов долларов. Это отлично. И он всегда жует свою сигару. Не возражаете, если я присяду? Я полагаю, что в свое свободное время я должен иметь право выбирать себе друзей. Я предполагала это с того момента, как вы решили выпить со своей бывшей хозяйкой. Мадам Грей не только моя бывшая хозяйка, но и мой друг. И между какими из мужей вы вписались? Могу я вам сказать кое-что? Конечно. Как тот, кого вы встретили в баре, или как ваш дворецкий. Выбирайте оружие. Спасибо. Вы относитесь к той неудачной категории, которую я назвал бы «Сорванцы с парк-авеню». Испорченный ребенок, который воспитывался в роскоши и всегда делает все по-своему. Вам не следовало бы позволять появляться на людях, пока кто-нибудь не научил бы вас правилам хорошего тона. Вы пожалеете об этом. Официант? Да, сэр. Счет, пожалуйста. Вот, сэр. Спасибо, сэр. Что? О, нет. Это был нелет. Это был некий тип, который приглашал меня посмотреть коллекцию высушенных голов. Вероятно, это было организовано твоей хозяйкой. Спасибо, сэр. Ты избавился от нее? На нее внезапно накатила волна неловкости, и она ушла. Хорошо, что будем делать? Пойдем тратить мое жалование. Замечательно, лучше пойдем через задний выход. Я уверена, что Роллс-Ройс элита перед парадным ходом. Я не возражаю, чтобы меня преследовали мужчины, но Роллс-Ройсы всегда ставят меня в неловкое положение. Похоже на отступление. Он еще не вернулся? Пока нет. Ты не поставишь цветы в его комнате? Я больше не могу заходить туда. Я тоже. Он тебя тоже выдворил? Да. Что этот человек хочет от жизни? Он однажды сказал мне. И что же? Тишины и покоя. Это его рубашка? Да. Ты всегда пришиваешь ему пуговицы? Иногда. Он не часто их теряет. Он очень аккуратный, да? В течение трех дней икры не получишь. Дамы. Тебе лучше освежиться, прежде чем ты пойдешь в гостиную камину. Меня нужно разжижить. Стереть. Тебя нужно разгрузить. Верно. Пожалуй, я помогу ему. Я тоже. Наверху он ваш, внизу он мой. Я считаю, что некоторые мужчины просто ужасно обращаются со своими семьями. Здесь заметка о том, как один мужчина утопил свою жену в ванной. Может, это был единственный способ заставить ее принять в ванную? Поскольку у тебя есть ответы на все вопросы, скажи, что нам делать с тобой? Почему ты всегда цепляешься к Винсенту? Прицепись к кому-нибудь другому. Я могу закончить чтение газеты? Разве это Винсент испортил тебе настроение? В чем дело, дорогая? Ты не поймешь. Я не понимаю, почему ты всегда говоришь это. Кажется, что ты и Кардели думаете, что раз у меня один брак, то я ничего не знаю о жизни. Готфри, что случилось с вашими фалдами? Вы их отрезали? Извините, мадам. У меня не было времени переодеться. Прошу прощения. Не нужно извиняться. Вам хорошо так. Спасибо, мадам. Если я могу сказать... Вы молодеете с каждым днем, если я могу сказать это. Конечно, можете. Большое спасибо. А у вас нет ничего, чтобы сказать «нет»? Вам, мисс Айрин? Да. Как поется в песне мистера Винсента... Прелесть, прелесть. Ты просто... Прошу прощения. Правда, он милый? Скажу тебе, что он просто пьян. Если мужчина говорит комплимент, значит, он сразу пьян, да? Зачем им съедать друг друга, дорогая? Ты сказал так же, как говорил Винсент. О, боже. В чем дело? Надеюсь, это была небольшая желтая ваза с резвящимися фаунами на ней. Нет, мадам, это была зеленая ваза с резвящимися амурами. Спасибо, Готфри. Оказываю посильную помощь, сэр. Зеленая? Ее подарили нам шепарды на прошлое Рождество. Я была поставлена перед фактом. Теперь уже поздно. Джорджа-стрит, 32, Элмарс. Записали. И прошу, поторопитесь. Субтитры создавал DimaTorzok Вы уверены, что сняли его в своей комнате? Да, я уверена. Она снимает что-то здесь, снимает что-то там. Вас никто не спрашивает, юная леди. Если вы собираетесь грубить моей дочери, то вы, по крайней мере, должны вынуть эту сигару изо рта. Боюсь, мы все здесь немного расстроены этим обстоятельствам. Да, но... Это кто? Ваш сын? Послушайте вы, меня влияли в многих вещах, но вы кто? Я вообще не имею никакого отношения. Вам не стоит подозревать Молли. Она была здесь всегда. Нет, мэм, просто так иногда кажется. Кто еще живет в этом доме? Готфри, конечно. Кто такой Готфри? Он самый лучший дворецкий из тех, что у нас были. Я уверена, что Готфри не брал его. Правда, мы мало знаем о нем. Готфри ни за что не притронулся бы к твоему браслету. Что значит, вы мало знаете о нем? Это значит, что мы наняли его не через бюро по трудоустройству. У него нет рекомендаций. Мы не смогли узнать, кто он, откуда он. Вы все на неверной дороге. Глупо думать о том, что Готфри будет носить бриллианты в браслет. Тем не менее, я хотел бы поговорить с ним. Где он? Он очень болен. Он в своей комнате. Он пьян. Я проведу вас, господа. О, нет. Готфри! Приготовьтесь! Вот его комната. Идите к окну. Они хотят задать вам вопросы. Я не хочу этого. Входите, входите все. Готфри, мне ужасно жаль. Поверить не могу, что вот так врывается в чужую комнату. Но это лейтенант Аконнор. Он должен задать вам вопросы. Я рад познакомиться с вами, лейтенант. Ладно. Что вы знаете о пропавшем бриллиантовом браслете? Ничего, он даже не слышал о нем. Ничего. Я говорила вам. Я тоже вам говорила. Помните? Как вас зовут? Его зовут Готфри Готфри. Инициал его второго имени Гэ, что также означает Готфри. Вот так. Откуда вы? Не отвечайте. Я задал вам вопрос. Вы англичанин? Нет. Вы канадец? Положим, что это так. Это преступление? Конечно, нет. Мы должны получить сведения о нем. Где вы работали до того, как оказались здесь? А где вы работали прежде? В испанской инквизиции? Айлин, помолчи. Позволим. Не буду молчать. Делать свое дело. Готфри, вы не возражаете, если мы обыщем вашу комнату? Он возражает. Даже не думайте, позволите мы обыскать вашу комнату. Я настаиваю, чтобы вы обыскали мою комнату. Зачем? Не возражаете, если я посмотрю бокс? Нет, смотрите. Прошу прощения. Правый в голову, еще раз правый в голову, левый по корпусу, и еще, и еще, правый, левый, правый по корпусу, левый в голову, правый по корпусу. У него все равно не было шанса. У него все равно не было шанса. Я поставил 10 баксов на этого парня. Ты уволился из полиции, Гродин? Нет, сэр. Не будь так уверен. Продолжай. Прошу прощения, сэр. Его здесь нет. Отлично, я так и знал. Годфри, я хочу извиниться. Почему бы вам не посмотреть под матрасом? Его здесь тоже нет. Конечно, именно это место я выбрал. Прошу прощения. Нет, но он должен быть здесь. Почему он должен быть здесь? Горделия, что ты хочешь сказать? Я хотел бы поговорить с вами не в этой комнате, господа, если вы не возражаете. Я очень сожалею, Годфри. Мы все очень сожалеем, Годфри. Пойдем, Горделия. Все замечательно, мадам. Я рад. Я скоро вернусь. Я хочу посмотреть, как папа поступит с Горделией. Заглядывать под чужие матрасы. Я хочу извиниться перед вами за свою семью. Все в порядке. Мы видим, с какими трудностями вы сталкиваетесь. Я хотел бы послать чек в ваш пенсионный фонд. Это очень мило. Не волнуйтесь о дворецком. Мы проверим его и сообщим вам. Кстати, я поставил 200 долларов на того парня, которого наколчировали. Ну, что ты скажешь? Что я могу еще предпринять? Нет, тебе лучше ничего не предпринимать. Я хочу кое-что сказать тебе. Если ты не найдешь свой браслет, то в глупом положении окажешься ты, поскольку он не застрахован. Бедная Горделия потеряла свой браслет. Айрин. Ты знаешь, что я встретила Готфри и Франческу сегодня днем в Сирока за распитием коктейлей? Они хорошо проводили время. Это ложь. Ты называешь меня Лгуни? Я могу называть тебя так, как хочу. А ты лучше держись от меня подальше, иначе я натравлю на тебя этого пса. Ну, давай. Прикоснись ко мне. Он разорвет тебя на куски. Сильнее. Прекрати. Слезь с меня. Распутин. Оставь его. Заткнись. Как ты смеешь. Распутин, сделай что-нибудь. Я выбью тебе зубы. Нет. Распутин, сделай же что-то. Прекрати. Нет. Я выбью тебе зубы. Распутин, сделай что-нибудь. Войдите. Принесите еще один стакан, Готфри. Прошу прощения, сэр. Я хочу, чтобы вы выпили со мной. Надеюсь, мы все еще разговариваем с вами. Конечно, сэр. Скажите мне, Готфри, у вас все в порядке? Да, спасибо, сэр. Я принял душ и чувствую себя намного лучше, сэр. Я не это имел в виду. Детективы, которые приходили сегодня, сказали мне, что проверят вас. Если я чем-то могу помочь вам, дайте мне знать. Очень любезно с вашей стороны, сэр. У меня все будет в порядке. Я просто хотел, чтобы вы знали. Садитесь. Вы с нами уже какое-то время. Почему вы остаетесь здесь? Я вынужден, а вы нет. Просто я подумал, что, возможно, каким-то образом я мог бы несколько облегчить жизнь всех вас здесь. Сгладить некоторые вещи. Что же, вам удалось. Знаете, я сижу здесь и задаюсь вопросом. Понимает ли Кардели, какую гнусность она попыталась совершить сегодня? Понимаете, я был настолько поглощен своим бизнесом, что девочки выросли незаметно для меня. И что эти оправдания? Вы не должны винить себя, сэр. И забавная штука, или незабавная, что после многих лет занятия своим бизнесом, я в скором времени потеряю его. Неужели это так? Я вам не говорю ничего такого, о чем не станет известно общество на следующей неделе. Неужели ничего нельзя сделать? Если бы можно было. И сколько нужно денег? Полмиллиона. Вы обращались к банке? Как правило, банки дают тебе деньги лишь тогда, когда ты можешь доказать, что они тебе не нужны. Я не хотел нагружать вас своими проблемами, Годфри. Я лишь хотел еще раз извиниться за то, что произошло сегодня. Пусть моя проблема вас не беспокоит. Как-нибудь все образуется. Я уверен в этом, сэр. Спокойной ночи, сэр. Спокойной ночи, Годфри. Ты говоришь о весьма большой сумме денег? Да, это очень большая сумма денег. Ты считаешь, что поднять меня с постели в такой ранний час заставишь меня уловить хоть малейший смысл чего-нибудь? Возможно, вещи станут ярче, если ты снимешь свои очки. После бессонной ночи мужчины посещают парную, а женщины носят темные очки. Не то, что я не могу достать деньги для тебя. Эллиот состоит в правлении очень многих банков, но к нему нужно правильно подойти. Я бы не рассчитывал слишком, если бы у меня не было недвижимости в Австрии, которую я готов дать залог. Может, отдашь ему свой титул ради этого? С легкостью. Дорогой, у Эллиота нет лишь одного – меня. Моя шея не слишком бы болела, если бы я повернулась и показала тебе его Роллс-Ройс, который последует нас. Ну что, он там? Он прямо за нами. Бедняга, он так долго следит за мной. Водитель, помедленнее. Я не хочу расстраивать Эллиота. Ты полюбил эту семью, да? Вроде того. Всех? Некоторых. Посмотрим, что я смогу сделать. Послушай, я не позволю тебе выйти замуж лишь для того, чтобы помочь мне. Ты же понимаешь это, да? Дорогой, никто не позволяет женщине выйти замуж, и никто не вовлекает ее в это. Я пару недель назад приняла решение выйти за Эллиота. Нет такого закона, который мог бы запретить мне сделать то, что я хочу, и извлечь из этого выгоду. Конечно, я все еще могу подать на тебя в суд за ущерб, который ты мне причинил, подняв меня с постели в такой дальний час. Этот Роллс-Ройс определенно коробит мой стиль. Как мне отблагодарить тебя? Прошу, никакой вечной благодарности. Хорошо. Остановите на углу, пожалуйста. Мне пора возвращаться к чистке серебра. Если захочешь устроиться на другую работу, знай, у Эллиота полно серебра. Спасибо. И не только за это. Пока. Удачи. Пока. Могу я первым вас поздравить, мистер Эллиот? О, вы дома. Это хорошо. Вам что-то нужно, мисс Айри? Нет. Я просто соскучилась по вас. Я всегда скучаю, когда вы не дома. Это очень мило с вашей стороны. Мне самой пришлось делать кое-какие вещи сегодня. Когда я вернулась домой, вас не было здесь. И что вам пришлось делать? Я покрывала лаком ногти на ногах, и мне пришлось продать Распутина. Нас охватил ужас. На самом деле, не очень, поскольку человек, который купил его, не знал, что он купит кого-то. Я могу вам чем-то помочь? Прошу вас, не нужно. Нет, мне хотелось бы помочь вам. Я бы хотела, чтобы мы все делали вместе. Было бы замечательно. Только я не думаю, что стал бы покрывать лаком ногти на ногах. Готфри, у вас замечательное чувство юмора. Хотела бы я иметь чувство юмора, но мне ничего не приходит в голову, что можно было бы сказать. Итак, все расходятся по домам. Мисс Айрин, я хотел бы кое-что сказать вам. Что? Прежде всего, я хотел бы, чтобы вы знали, как сильно я благодарен вам. За что? За то, что вы сделали для меня. Следующее, что я скажу вам, возможно, расстроит вас. Тем не менее, я скажу это. Что? Я думаю, что мне пора уйти из вашего дома. Вы возвращаетесь к ним? Кому? К вашей жене и вашим детям. Вы поверили этому? Франческа сказала, она это придумала. Правда? Абсолютная правда. Тогда куда вы уходите? Франческе? Вы влюблены в Франческу? Нет, я не влюблен в Франческу. Я собираюсь уйти, потому что я хочу совершенствоваться. Сделав меня своим протеже. Вы же хотите, чтобы я совершенствовался? Да. Вы же не хотите, чтобы я всю жизнь был дворецким. Я хочу, чтобы вы были тем, кем вы хотите быть. Когда вы собираетесь уйти? Вероятно, очень скоро. Я хотел, чтобы вы первые узнали об этом, поскольку мы всегда доверяли друг другу, верно? Да. И что? Если бы мы просто должны были это отдать, а нельзя пропустить их через мясорубку, чтобы они приобрели некую форму, чтобы они не выглядели такими, ну, знаете, такими, какими они есть на самом деле? Как пожелаете, мадам. Крайне удручающе есть внутренности животного. Или у нас настолько плохи дела? Александр, я задала тебе вопрос. Ответ – да. Дела у нас настолько плохи. Нет, спасибо. Посмотрите на бедное дитя. Я не удивлена, что она не ест. Не удивляйся, если я никогда больше не буду есть. Я буду очень удивлена. Я надеюсь, ты не думаешь, что я считаю это нормальным поведением для человека? Может, у нее проблемы с желудком? Оставь ее в покое. Винсент ест и за себя, и за нее. Александр, ты же знаешь, что Винсент должен хорошо есть, чтобы у него были силы для концерта. Он мог бы отказаться от превосходного концерта прямо сейчас с ножом и вилкой. Почему ты все время цепляешься к Винсенту? Прицепись к кому-нибудь другому. Вас к телефону, мистер Буллок. Мистер Эллиот. Кто? Мистер Джеймс П. Эллиот. Джеймс П. Эллиот? Да? Да, мистер Эллиот. Нет, нет, вы вовсе не тревожите меня? Вы серьезно? Нет, нет. Я просто не могу поверить в это. Да, да. Я буду в вашем офисе в 9 часов утра завтра. Большое спасибо. Прошу прощения. Кто? Да, он здесь. Готфри. Мистер Эллиот хочет поговорить с вами. Сэр Джеймс П. Эллиот. Со мной, сэр. Так он сказал. Вы могли бы... Спасибо. Да. Я рад это слышать, сэр. Желаю вам всего самого хорошего. Пустяки. Правда, пустяки. Вы очень любезны. Прошу прощения. Это мое первое имя. Спасибо. И вам удачи, Джеймс. Хотите снова поговорить с мистером Буллоком? Я передам ему. До свидания, Джим. Что, Джим, мистер Эллиот хотел сказать мне? Он сказал, чтобы вы не волновались, сэр. Заем ваш. Прошу прощения. Он мне сказал, что вы были инициатором этого решения. Это так? Всего лишь окульным путем, сэр. Я лишь хочу отплатить вам за все, что вы сделали для меня. Я ничего не сделал. Вы поверили мне на слово. Это весьма редко встречается, сэр. Почему нам было не поверить вам? Вы настоящие джентльмены. Мы многому научились у вас. А я научился многому у вас, мадам. У меня? У моей жены? Да? У миссис Буллок я научился тому, что можно получать огромное удовольствие, помогая другим людям. Вот, у Готфри нашлось пару хороших слов о Винсенте. Нет-нет, дорогая. Я думаю, что он пересмотрел свое отношение к твоим беспутным девицам. Ах, это! Я уверена, что у Готфри найдется пару хороших слов для всех нас, поэтому мы все такие забавные и вспыльчивые. Чему еще вы научились у нас? От вас, сэр, я научился терпению и искренности. Терпению? Спасибо, Готфри. А от вас, мисс Карделия, может, окажете любезность и пропустите меня? Нет, мисс, я многого научился у вас. В одной вещи я, вероятно, очень нуждался в покорности. И от вас я также научился глупости высокомерия и глупости нечестности. Это принадлежит вам, верно? Это браслет Карделии. Наконец-то вы нашли его. Я думаю, что, возможно, мисс Карделия захочет объяснить, что все это значит. Я положила его под матрас, мама. Спасибо, мисс. Я надеялся, что вы скажете это. Почему? Почему ты... Не важно. А теперь я хотел бы сказать пару слов, мисс Айрин. Вы можете ничего не говорить мне. Я знаю, что вы уходите от нас. Вы что? Я собирался объяснить. Вы уходите от нас? Да, мисс Карделия, я уезжаю в Европу. Нет, сейчас не сезон для Европы. Почему вы... Почему вы не дождетесь лета? Возможно, мы бы все поехали вместе. Боюсь, я не могу так долго ждать, мадам. У меня есть личные причины. Но вы вернетесь? Это будет нелегко, сэр. Поскольку я уезжаю завтра утром, я осмелюсь предложить вам найти мне замену. И вы не подадите мне мой последний завтрак? Боюсь, что нет, мадам. Я уеду до полудня. Прошу меня извинить. Хотел бы я, чтобы однажды кто-нибудь был расстроен из-за того, что я уезжаю. Винсент, я хотел бы поговорить с тобой. Давай пройдемся. Но Винсент еще не закончил есть. Я знаю. И я тоже. Ты же не возражаешь? Правда, Винсент? Знаешь, с некоторых пор, Винсент, я... Что случилось? Что случилось, Александр? Что ты сказал Винсенту? Он ушел в такой спешке, что у меня не было даже возможности попрощаться с ним. Готфри, вы бы не достали мое коричневое платье из шкафа? Я была раньше в Европе. Я знаю, как холодно там зимой. Даже в больших отелях, не говоря уже о маленьких, где мы остановимся. Я даже подумала о том, чтобы взять одеяло с подогревом, поскольку все эти магазины по продаже уцененных вещей в Европе имеют странные хранилища. Вы сказали, мы? Я думаю, что хорошая идея взять в дорогу несколько маленьких чемоданов, а большие мы могли бы оставить в центре города. У вас есть представление, почему вы едете со мной? Нет. Я еду туда, куда хочу и с тем, с кем хочу. Мисс Айрин, сядьте и выслушайте меня. Я не сяду. Мне надоело выслушивать. Минутку. Разговоры, разговоры. Все, что я получаю от вас, это множество разговоров. Я не такая уж глупая. Вы не можете относиться ко мне, как к девушке, которая нуждается в хороших разговорах. Я уже взрослая. Тогда ведите себя, как взрослая. Давайте, сердитесь. Выходите из себя. Вы знаете, что с вами. Сомолчите. Сядьте. Послушайте меня. Совершенно невозможно вам ехать со мной. И это никак не связано с тем, хочу ли я, чтобы вы ехали со мной. Конечно. Удобное оправдание. Я не пытаюсь оправдываться. Я говорил вам прежде. В тот вечер, когда вы обнаружили меня у моста, я самовольно покинул судно. У меня нет ничего. Ни паспорта, ни визы, ничего. Какая ерунда. В центре города есть человек, который сделает любой паспорт или визу. Он берет всего лишь пять долларов за документ. Я уверена, что больше он не возьмет с вас. Он бы не взял, если бы я был американцем. Но я не американец. Неужели вы не понимаете? Я нахожусь в этой стране незаконно. Если миграционная служба узнает об этом, меня депортируют. Если это случится, я больше никогда не смогу вернуться сюда. Я не позволю им депортировать вас. Я спрячу вас. У вас возникнут большие неприятности. Но мне все равно будут ли у меня неприятности, если неприятности у вас. Мисс Айрин, я понимаю, что вы хотите помочь мне. Но вы не позволите мне помочь вам. Никто не позволит мне помочь им, потому что они говорят, что я только ухудшаю положение вещей. Это действительно так? Иногда да. Но я очень сильно хочу, чтобы меня любили. Я думаю, что все этого хотят. Почему людям не попытаться любить людей больше? Возможно, они не знают, как это делать. Я думаю, причина в том, что они не хотят уделять этому время. Они заняты совершенно другими делами, как мама и папа. А я не занята ничем. Я хочу отдать вам всю свою любовь. Хотел бы я ее принять. Я знаю, что я не такая привлекательная, как Корделия. Мой нос слишком маленький. Я небольшого роста. Я знаю, что говорю очень много. У меня странный голос. Я думаю, что вы очень замечательная девушка. Вы сделаете кое-что для меня? Конечно. Ведите себя тихо. Отпустите меня. Не пытайтесь меня удержать. Не задавайте больше вопросов. И не рассказывайте никому то, о чем мы говорили. Прощайте, мисс Айрин. Я желаю вам счастья. Прощайте, Готфри. Мисс Айрин. 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 Ничего подобного не слышала. Дворецкий говорит семье, на которую работают, что они должны одеваться и спускаться к завтраку к 9 часам каждое утро. И семья делает это. Годфри никогда не заставлял нас подниматься в определенное время. Семья не умрет, если будет вести себя как нормальные здоровые люди какое-то время. Ты принимаешь сторону дворецкого, который против твоей плоти и крови. Возможно, ты изменишь мнение, если я скажу тебе, что в течение двух дней, что он здесь, каждый раз, когда я что-нибудь говорю, Фарнсфорд поворачивается и смотрит на меня, будто я сумасшедшая. Фарнсфорд? Я решила завтракать в постели завтра утром. И не поднимайтесь, пока я не позвоню дважды. Видите, как он посмотрел на меня? Мистер Буллок, да. К вам два джентльмена. Один из них тот самый детектив. Может, у них есть новости о Винсенте? Если это так, то я больше не стану платить налоги. Хорошо. Он сдался властям, его собирается посадить на датское грузовое судно сегодня днем. Ему очень нравилось здесь. Зачем он сдался властям? Он сказал иммиграционному инспектору, что считает, что не должен пользоваться гостеприимством нашей страны, пока нарушает один из ее законов. Айрин, ты знала об этом? Почему ты ничего не сказала? Я дала ему обещание. И ничто не заставит меня нарушить данное год-реобещание. Я ведь могу для него что-нибудь сделать. Я могу поручиться за него, я могу гарантировать ему работу, внести за него залог, что-нибудь. К сожалению, все, что у него есть, это австрийский паспорт. Он родился в Румынии. Квоту в этом случае можно ждать буквально годами. Спасибо, мистер Буллок, это была обычная проверка. Мы хотели зайти все то время, что он находился здесь. Это значит, что Гутри не сможет вернуться сюда? Сомневаюсь, что сможет. Разве закон не гласит, что в случае брака с гражданином Америки... Да, гласит. У нас был случай, когда молодой человек из Чехословакии пытался получить неквотированную визу. Получил? Да. Мы подозревали, что брак был не на уровне. Но в один из дней он справился с мэрией и стал обустраивать быт. В общем, он получил одобрение. Значит, если Гутри найдет женщину, которая выйдет за него замуж, он сможет вернуться в эту страну. Конечно, но для этого немного поздно, не так ли? Что же? Айрин! Айрин! Вы не видели мою дочь? Я здесь больше не работаю. Айрин! Остановитесь, леди! У меня нет времени на вас сейчас. Может, вы остановитесь? Может, вы исчезнете? Тихо! Старик не собирался долго ждать. Это весь ваш багаж, сэр? Да. Отнеси в каюту номер семь. Вот его бумаги. Спасибо. Удачи. Спасибо за все. Сожалею, что все так сложилось для вас. Мы не нарушаем законы. Прощайте. Прощайте. Готовы? Да, сэр. Убирай! 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 Сэр. Убирай! 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 Готфри, вам нужно вернуться. А вы куда ехали, по-вашему? Готфри, послушайте. Прощайте, Айрин. Готфри, я выйду за вас замуж. Предъявите ваши права, пожалуйста. Уходите. Готфри, вам лишь нужно жениться давнее, и вы получите эту, как ее... ни какую-то что-то, не квотированную визу. Вы знали это? Да. Тогда почему вы покидаете меня? Потому что я хочу увидеть ваши права. Уйдите. Готфри, вы не хотите жениться на мне? Хочу. Но я не хочу, чтобы люди говорили... Но я не хочу, чтобы люди говорили, что я женился на вас только ради того, чтобы остаться в Америке. Мне все равно, что скажут люди. Мне все равно, почему вы уезжаете. До тех пор, пока вам все равно. Я вернусь. Когда вы вернетесь? Постараюсь побыстрее. Обещаю. Где ваши права и технический паспорт? Что я не так сделала? Немного. Вы ехали со скоростью 90 миль вместо 25. Вы ехали навстречу движению. Вы пропустили три сигнала светофора и сбили почтовый ящик. Я плохо вижу. Ладно. Почему вы отпустили его? А что я должна была делать? Плыть за ним? Вы знаете, лоцманский бот должен доставить лоцмана на то судно. Где лоцманский бот? Пирс 9. Мы не успеем. У меня есть сирена. И на этот раз следуйте за мной. Войдите. Капитан хотел бы поговорить с вами. Молодой человек, вы знакомы с Библией? Библией? В ней говорится, если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену. Исход, глава 22. Поправьте меня, если я не прав. Я уверен, что вы правы. Боже милостивый. Я тоже был молодым. У меня тоже был кремень. Нельзя создать девушке проблемы, а потом уйти от нее. Нельзя так поступать. Особенно с такой красивой, как эта. Она здесь, лоцманский бот доставил ее сюда. И она рассказала вам всю историю. Знаете, поскольку она сирота, то я мог бы отправить ее к вашим родителям. У этой девушки была непростая жизнь. Я начинал юнгой. Я знаю, что это такое зарабатывать на жизнь, моя посуду. Вы производите впечатление порядочного человека, а она честной девушки. Не думаю, что вы совершите ошибку. Где она сейчас? Прямо за дверью. И я сказал ей, что буду рад поженить вас, как только вы покинете американские воды. Скажу вам, что шампанское за мой счет. Что скажете? Я могу поговорить с ней наедине? Конечно. Но запомните, будьте нежны с ней. Она преследовала вас не потому, что она в отчаянии. Она по-настоящему любит вас. Мисс Буллок, войди и закрой дверь. Итак, что это за история о том, что ты сирота, мыла посуду, и что это ты рассказала о нас? Я ничего не придумала. Все правда. Понимаешь, Готфри, когда ты ушел, меня погинула энергия. Я действительно стала сиротой. И вспомни, что я говорила тебе, если у тебя неприятности, то и у меня неприятности. И мне все равно, если ты не сможешь найти работу. Я буду мыть посуду или что-то в этом роде. Когда капитан сказал, мы выйдем из американских вод? Через два часа. Ты думаешь, ты сможешь ждать так долго? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok